Всем привет! Меня зовут Юля. Ещё не придумала какой-то ник или название, потому что это первое видео для моего нового YouTube-канала. Немного волнуюсь, поэтому не судите меня строго. Если хотите ещё увидеть моё видео, ставьте пальцы вверх и поддержите. Критику тоже воспринимаю очень адекватно. Сегодня я вам расскажу про то, как я делаю свой ежедневный макияж и как ухаживаю за собой, как делаю укладку и в том числе ухаживаю за волосами, маски, всякие масла и так далее. Первое, что я сделала, это когда была в душе, умылась, всё-хоченько очистила кожу лица пенкой. Очень нравится La Mer, но можно это взять любой другой. Далее мы используем целярную водичку Clorans. Очень классный запах, очень бюджетная, но осталось вообще практически нисколько. Очень быстро расходуется целярная вода у меня. Прям ватный диск и протеряем всё нитико. И шейку тоже очищаем дополнительно. Следующий этап, это у нас лосьон для лица. Очень классный от La Mer. Пахнет чаем, какими-то вкусняшками. Очень классно. Также берём ватный диск и протираем личиком. Избегая область вокруг глаз. Также протираем шейку. Извините, меня, кстати, вспомнила за мои ногти. Никогда не пользуюсь гей-лаком. Мне кажется, это вредно и не очень хорошо для ногтей. Поэтому всегда делаю в салоне обычный лак. Но единственное в нём огромный минус, что уже через пару дней он в не очень хорошее состоянии. Я стараюсь, конечно, следить за этим, но иногда ленюсь. Что-то типа того. Далее мы переходим уже к сыворотке. Сыритка у меня от Clorans. Такая вот. Очень классная. Классно пахнет. Делает лицо сияющим. Её надо размешать. Я вот так вот её размешиваю. И наносим её на личико. Я на губы тоже наношу. Ещё капельку на лоб. Ну и на шейку. Немного многовато, но много не мало. Вот так. Очень красиво, потому что все элементы впитываются. Так, следующим этапом у нас будет крем. Это у меня крем от Clorans. Он для молодой кожи, по-моему, до 23 лет. Или до 25 лет, я не помню, если честно. Можем посмотреть на сайте. Я покупала в Рив Гоши. Тоже не очень дорогой. По сравнению там с Ламером. Ламер очень классный, кстати, крем для лица. Но мне он вообще не подошёл, потому что он для меня оказался жирноватый. И у меня на утро стали появляться какие-то как жирные такие прыщики. Ну и что это такое. Да, это очень классный пахнет, прикольно. Также наносим на шейчко. Я кастряской делаю макияж, делаю такой уход. Ну и вечером перед сном. Далее это кожа вокруг глаз. У меня Ламер, даже в коробочке. Потому что тут в комплекте с самим средством идёт вот такая палочка для массажа под глазами. Вот так выглядит сам кремик. Пахнет специфически. Но в силамер это крем с уолом, с какими-то морскими элементами. И теперь, как написано у нас раздюрка, так делается. Так, наш уход в принципе, по-моему, закончен. Кожа такая осталась сияющая. Немного надо, чтобы перед макияжем это всё впиталось. Так, забыла, ещё наношу такой, я, честно, взяла у себя на кассе, в горе. Ну, прикольно, он классно действует. Вот, это бальзам для губ. Сейчас я чуть-чуть наношу, чтобы мы губки тоже питались. Чуть-чуть времени. Массажик. Так. Так как сейчас, конечно, долго я не буду ждать, пока это всё впитается. Надо подождать, там, 20-30. Я немного промокну ватками. Так, теперь мы переходим уже к основному макияжу, к декоративной косметике, а не к уходовой. Итак, первое, что я наношу, это база под макияж. База у меня от La Mer. Это крем-флюид. Он действует, как такой хайлайтер и придаёт сияние коже, как бы сияние изнутри. Я его наношу под тональный крем, но, как бы, в инструкции было написано, что его можно носить и на тональный крем, как бы, как вы хотите. Вот. Тональник наношу. Так, сейчас сделаю, чтобы было получше видно. У меня кошка. Хочет вырваться наружу. Так, сейчас чуть-чуть раздушусь. Я только с душем, потом малышки мокрые. Так, наношу я его кистью от Clorans. Вот такой вот. Так, я, наверное, воспользуюсь зеркальцем. Так, хочу так, чтобы вам было видно, что я делаю. Я кисточкой очень небольшой сною распределяю по лицу. На самом деле, все снимают видео. Кажется, это все так легко. На самом деле, не так уж это и легко. Волнуешься и... Я на шейку тоже наношу базу. Так, теперь можно немножечко пальчиками распределить. Далее мы наносим тональный крем. У меня от La Mer. Очень крутой тональный крем. Всем советую когда-нибудь его попробовать. Я столько перепробовала тональных кремов. Это разные, самые люксовые, самые бюджетные фирмы. Вот, тоже очень люксовый тональный крем, который мне не очень понравился. Кстати, La Prairie. Но о нем позже тоже расскажу. Я его иногда наношу, когда я хочу более плотности. Он слишком плотный. Этот тональный крем как фуаль. Он очень круто распределяется. И кисть у меня тоже от La Mer. Может быть, есть среди вас такие блогеры. Может быть, мне посоветуйте что-то. Какие-то приемы. Наверное, так будет не удобно. Обязательно шея. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 я это делаю такой светлой пудрой от La Mer и кисть у меня тоже так далее я наношу хайлайтер хайлайтер у меня от Smashbox не встречала хайлайтер очень классный он в стике кремовый такой уже такой использованный наношу его сюда сюда немножечко на носик немножечко на подбородочек на лобик в хайлайтерах курицы много не бывает многие переборщивают конечно с хайлайтерами я тоже не исключение исправила еще посмотрю поближе посмотрю поближе наношу наношу нечисался вот так распределили хайлайтер далее румяна геннами тоже там это очень нравится это кремовый румяна из новой такой коллекции уже какой-то новогодний у них упаковочка я ее уже выкинула очень классный они пахнут какой-то мятой какой-то мятой и чем-то еще малины мяты и готова выносить на все лицо просто вы все красные они тупичку села теперь переходим к ровям я вообще брови очень старше крашу потому что у меня самой они очень такие крупные и темные поэтому если их слишком сильно крашу они станут какие-то слишком на лице черным поэтому в основном я их конечно просто такой тушью бобби браун выделяю волосики около вот так вот так выделяю тут все на черный такие хотя это не самое ну темное или же я делаю просто их бесцветным гелем для бровей так что дальше дальше у нас идут глаза а сейчас скульптуринг скульптуринг а я делаю вот такой вот это как бронзатор помыдет нет пудра я использую как палетку для скульптуринга меня таками кистика dior обязательно пой подбородочком чтобы смотрелся более четки немного совсем сюда нос я никогда не трогаю потому что мне вообще-то не нравится когда я его уменьшаю если хотите уменьшить носик то тут тут и тут но мне понравился мой нос я его не уменьшаю дальше дальше мы переходим к глазам у меня это румянки я перепутала все перепутала еще вот национальные есть такие я их уже долго использую но кисточку я из этого набора не использую вот вот такую вот кисти очень удобно еще наносить беру светлый ношу на серединку не ношу сюда потому что вот мне кажется когда я сюда ношусь зрительно глаза к переносит это у кого широко растает я беру такой средний коричневый самый светлый здесь вот так и теперь такой который потемнее уголок и немного нижнее веко тоже теперь все делать за тушью тушь у меня от кларанс ой такой раз по моему от кларанс и это ну в общем какая-то тушь я не люблю слишком такие грустные ресницы просто немного подчеркиваю и все для губ мы возьмем тинт, который мы используем для щек и немножечко оттерпнем такая такая рукавая если вам оно понравится и если его хоть кто-нибудь посмотрит и поставит палец вверх или вниз мне каждый из вас важен вот то я запишу следующее видео в котором мы будем делать укладочку у меня как ни странно челка я делаю такую пышненькую укладочку с челкой пышной расскажу какие средства я использую для укладки каким феном какие масла использую и так далее ставьте палец вверх подписывайтесь всем пока оставьте комментарии